Одно из самых нарядных зданий Самары, доходный дом Нуйчева, переживает второе рождение. Крыша отреставрирована, сейчас обновляется фасад. Задача не из простых. Стены украшают множество узнаваемых элементов. Здесь не только бабочки, и слоники есть, и женские лики и прочее. Это все уже отливается. С стороны Эркера будут атланты. Балкон поддерживается здесь. Они тоже в работе. Исторически используется гипс с применением современных присадок в такую погоду. Будет все использоваться. Штукатурится будет холодным известковым раствором, так же, как и до революции. Здание постройки начала 19 века. Сначала здесь была гимназия сестер Харитоновых, в советское время школа, а сейчас Самарский технический лицей. Как идут реставрационные работы, департамент образования города по поручению главы проверяет еженедельно. Продолжаются процессы в доме Шабановых на площади революции. Сейчас здесь делают фасад, кровлю, к весне восстановят кованый балкон. Но самое интересное – зданию вернут большие керамические вазоны, которые стояли на столбиках по всему периметру крыши. Она сохранилась на фотографии, и больше того мы нашли осколки этих вазонов на чердаке этого здания. То есть когда-то, когда ремонтировали, когда они там, допустим, сносились как ненужный элемент, они сохранились зато на фасаде. Мы в итоге по осколкам, ну как археологи, восстановили эти вазоны. Они сейчас у нас именно в осколках, он есть, собранный уже такой вазон. В этом здании разместится учреждение дополнительного образования «Мечта». Городские власти уверены – в таких старинных домах и учеба будет особенной и неповторимой. Это совершенно особая идеология, что ли, да, потому что это не только здание, не просто помещение, это не место, куда ребенок пришел в четыре стены. Это аура определенная, историческая, культурная, эстетическая. И то, что это отдано школьникам, то, что это отдано детям, ну это очень здорово. Обновляется и внешний вид 63-й школы. Здесь ремонтируют фасад. Чтобы это было безопасно для учеников, все основные работы проходят по вечерам и в выходные. Но к сроку, обещают подрядчики, работы будут завершены полностью и без потери качества. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков, События.